Всем здравствуйте, меня зовут Южаков Антон и в сегодняшнем видео мы будем говорить на такую очень интересную тему про стимуляцию гипофиза. Мы будем разбирать препарат, который теоретически может являться альтернативой хорианическому гонодотропину. Но перед тем, как приступить к рассказу и к теории, для начала надо немножко, коротко рассказать про то, как работает эндокринная система для новых зрителей и для тех, кто, возможно, немного забыл. Я думаю, то, что я это повторю, будет не страшно. Эндокринная система работает следующим образом. У нас есть три органа, это гипофиз, гипоталамус, яички, и они регулируют секрецию гормонов и работают взаимосвязанно. Работает всё достаточно простым образом. Гипоталамус стимулирует гипофиз. Стимулирует он его таким гормоном, как гонадорелин. В свою очередь гонадорелин стимулирует гипофиз на выделение лютинизирующего и фоликостимулирующего гормона. Фоликостимулирующий гормон приносит тестостерон, он как бы стимулирует доставление тестостерона к придатку яичка и отвечает за сперматогенез. И, соответственно, если у человека плохая спермограмма, обязательно надо смотреть помимо тестостерона еще и фоликостимулирующий гормон. В то же время лютонизирующий гормон стимулирует яички на выделение в первую очередь именно тестостерона. После выделения тестостерона тестостерон ароматизируется, он превращается в эстрадиол. И эстрадиол по принципу отрицательной обратной связи начинает воздействовать на гипоталамус и уменьшает секрецию гонадорелина этого гормона. Тем самым все эти органы работают между собой в замкнутом цикле. Повысился гонадорелин, повысился лютонизирующий гормон, повысился тестостерон, повысился эстрадиол и начинает снижаться гонадорелин. Они немного снизились, соответственно эстрадиол снизился и снова начала увеличиваться секреция гонадорелина. И тем самым поддерживается всегда определенный уровень тестостерона, определенный уровень эстрадиола в организме. Это непосредственно именно активные гормоны. Гонадорелин или лютонизирующий гормон, это гормоны высшего порядка, основная функция которых стимулировать другие органы на выделение тестостерона. И эстрадиол в том числе. Но, собственно, сами функции в организме выполняют именно эстрадиол и тестостерон. Типа там рост мышечной массы или влияние на психосоматическое состояние и тому подобное. За это уже отвечает именно тестостерон с эстрадиолом. Так все это работает. И когда мы разбираемся, как нам повысить уровень тестостерона, у нас всегда есть два варианта. Ну, вариант первый. Мы можем этот тестостерон простимулировать тем или иным образом или просто вколоть. Тем самым полностью заместив работу дуги гипоталамус-гипофиз-яички, мы тем самым увеличиваем уровень тестостерона тем, что мы его вводим. Это у нас классическая гормонозаместительная терапия. Поэтому она называется заместительная, потому что мы замещаем гормоны. Также у нас есть терапия по повышению тестостерона, так называемая терапия стимулирующая, когда мы стимулируем работу собственного организма. И используется для этого, как правило, кламифен, хорионический гонадотропин, либо ингибиторы ароматазы, анострозол, литрозол и тому подобное. В общем, антиэстрогены, ингибиторы ароматазы и хорионический гонадотропин. Либо его аналоги. В свою очередь кламифен работает таким образом, что он блокирует рецепторы к эстрадиолу и увеличивает тем самым секрецию гонадорелина, который будет увеличивать секрецию ЛГФСГ и, соответственно, будет увеличиваться тестостерон. Это обычная терапия, с которой знакомо большинство людей. И она очень эффективна, но в некоторых случаях менее эффективна, в некоторых более эффективна. Но в целом это одна из основных терапий, которая является альтернативой, собственно, гормонозаместительной терапии. Терапия ингибиторами ароматазы, она идёт, как правило, вместе либо с хорионическим гонадотропином, либо кламифеном. В очень редких случаях ингибиторы ароматазы используются без тестостерона, без кламифена, либо без ХГЧ. Они используются в тех случаях, когда у человека очень высокий уровень эстрадиола, и необходимо немного снизить уровень эстрадиола, и по принципу отрицательной обратной связи уже начнёт повышаться тестостерон. Это происходит в случаях избыточной ароматизации и сильного нарушения соотношения тестостерона к эстрадиолу. Чаще всего они используются параллельно с кламифеном, для того, чтобы при сильном повышении тестостерона нам немного снизить эстрадиолу просто до корректных каких-то значений, так как при повышении тестостерона очень часто очень сильно повышается, в том числе и эстрадиол. Хренический гонадотропин, по сути, в мужском организме является аналогом лютонизирующего и фолико-стимулирующего гормона. Поэтому, когда мы вкалываем хренический гонадотропин, мы частично уже замещаем работу лютонизирующего и фолико-стимулирующего гормона. Относить ли хренический гонадотропин к замещающей терапии, либо к стимулирующей, здесь вопрос открытый. Потому что, с одной стороны, так как это гормон, и он замещает ЛГФСГ, можно относить его и к гормонозаместительной терапии. Но, так как он стимулирует тестостерон, можно относить и к стимулирующей. Очень часто он используется при смешанном гипогонадизме, в редких случаях при вторичном. Иногда он может даже немножко помочь при гипергонадотропном. В общем, используется он часто. Часто он используется в совокупности с кламифеном. Но, учитывая последнюю ситуацию на рынке, что хренический гонадотропин пропал, начал возникать вопрос о том, чем же заменить хренический гонадотропин. Потому что, помимо терапии по повышению тестостерона, хренический гонадотропин очень активно использовался на курсах стероидов и на гормонозаместительной терапии для поддержания фертильности. Так как у нас на курсах и на ГЗТ уровень ЛГФСГ достаточно низкий, нам приходилось использовать хренический гонадотропин как аналог ЛГФСГ для того, чтобы поддерживать, частично стимулировать работу яичек. Поэтому хренический гонадотропин был достаточно распространенным препаратом в плане его использования. Использовался и на терапиях, и на курсах, и на ПКТ, и использовали очень много. В связи с тем, что он пропал, возникает вопрос с тем, что же делать. И теперь мы переходим к теории. Конечно же, люди, которые немного разбираются в эндокринной системе и понимают, что чаще всего мы стимулировали именно работу яичек, всегда возникал вопрос, почему мы не стимулируем работу гипофиза, почему мы не воздействуем напрямую на гипофиз гонадорелином, либо его аналогами. И существует одна очень большая проблема. Связана эта проблема с тем, что гипоталамус, когда выделяет гонадорелин, он это делает пиками. И этот пик приходится примерно на каждые 90 минут. Его секреция очень неравномерная. И, соответственно, когда мы стимулируем и имитируем правильную секрецию гипоталамуса, нам необходимо использовать тот или иной препарат для стимуляции гипофиза достаточно часто. И это была первая проблема. Нам приходилось бы что-то использовать каждые 90 минут. Вторая же проблема заключается в том, что, по сути, на рынке сейчас нет никаких препаратов, которые бы могли быть использованы медициной именно для стимуляции гипофиза. Потому что на рынке существует два типа препаратов. Это антагонисты и агонисты гонадорелина, собственно, гипофиза. И одни препараты замещают, ухудшают работу гипофиза, другие препараты очень сильно стимулируют работу гипофиза, тем самым ухудшается чувствительность клеток гипофиза гонадорелину, и гипофиз перестаёт вообще выделять лютензирующий гормон. И в медицине, в принципе, не используются вообще никакие препараты, которые бы могли быть использованы для решения тех задач, которые нам нужны. Именно для стимуляции гипофиза, а не полного его замещения, полного выключения, скажем так, с работы. Ну, переходя от теории к практике, в интернете можно встретить, скажем так, три интересные темы, про которые мы можем поговорить. Все эти темы я разбил, точнее, всю эту тему я разбил на три разных пункта. Первое, мы поговорим о том, что же у нас сделала официальная медицина. Второе, мы поговорим о том, что сделали, скажем так, в спортивном поприще. И третье, мы поговорим про пептиды гонадорелин, те, которые используются как пептиды, скажем так. Хотя, по сути, это можно отнести и к первому, и второму варианту, потому что тоже используются пептиды. Но мы именно вот эти пептиды чёрного рынка, мы их вынесем в третий раздел. И начнём мы с самого первого. Мы начнём с официальной медицины, использования гонадорелина официальной медицины. И здесь очень интересная такая история, которую надо внимательно разобрать. Значит, в 2019 году был зарегистрирован патент на лечение вторичного гипогонадизма гонадорелином-ацетатом. Номер патента и вся, скажем так, всё это видео в текстовом режиме, оно будет на сайте. Поэтому всё это можно зайти почитать. Поэтому диктовать всё это я не буду. Там название патента и тому подобное. Этот патент был подан в 2019 году. И, соответственно, в 2020 его запатентировали. Суть патента заключалась в том, что был эксперимент по введению гонадорелина-ацетата по 2,5 микрограмма каждый час на протяжении двух месяцев. И там были предоставлены доказательства. Там немного людей, там всего, по-моему, несколько человек. И, да, показывало, что небольшое введение гонадорелина с минимальной, скажем так, минимальной дозировки позволяло увеличить секрецию литонизирующего гормона и достаточно хорошо увеличить секрецию тестостерона. По сути, препарат сработал очень схожим образом с кламифеном. Поднялся ЛГ, поднялся тестостерон, поднялся эстрадиол. В общем, сработал он достаточно хорошо. Патент получили и вроде бы всё нормально. Следующее, что интересно, это то, что через какой-то промежуток времени на рынок выходит препарат под торговым названием VivaMan. Я думаю, что многие из вас про это слышали, так как некоторые люди про него снимали и обзоры, и рассматривали и тому подобное. В чём проблема? Проблема в том, что если мы заходим на номер свидетельствования регистрации данного препарата и откроем его состав, то мы видим, что в составе там какие-то травки, экстракты и тому подобное. В общем, там нет ни одного слова про то, что VivaMan является каким-то вообще аналогом гонодорелина. Но я нашёл интервью с человеком, который рекламирует, скажем так, VivaMan. И это тот человек, на которого был получен патент на лечение вторичного гипогонодизма. И, соответственно, он рассказывал о том, что препарат классный, всё это работает, всё это было в общих словах, вообще непонятно что там и тому подобное. Но у меня есть одно предположение о том, что просто для того, чтобы получать сертификацию как БАДА, а не как лекарственное средство, они используют в VivaMan гонодорелин, ацетат, но продают его под, скажем так, брендом как БАД, как будто это биологически активная добавка, так как её легче зарегистрировать, чем лекарственное средство. Но это моя теория. На практике я поискал какие-то, ну скажем так, результаты до-после именно на VivaMan, я ничего не нашёл. Как он работает, хорошо, плохо, ну в принципе не особо понятно. К этому мы ещё вернёмся. Следующее. Следующее это у нас спортивное поприще. Это в принципе что сделали, скажем так, ребята, и всё это описали уже на форумах спортивных, а не медицинских. В общем, ссылаться я буду на статью на форуме, называется статья, как я отправил ПКТ в прошлое. Там описывается примерно всё то же самое, как и в медицинском патенте, но в то же время там используется не чистый гонодорелин, а его синтетический аналог – это бусирелин. Бусирелин – это препарат, который как раз и используется для того, чтобы была гиперстимуляция гипофиза, и после чего гипофиз вообще терял свою какую-либо активность и переставал выделять лютонизирующий и фолликостимулирующий гормон. И что сделали? Люди взяли бусирелин. Кто это делал, не совсем понятно, потому что там всё это чисто по никам. Кто действительно это делал, хоть человек, я не знаю. Но теоретически там всё было описано грамотно, и там было рекомендовано использовать бусирелин по 15 микрограмм. Мы видим разницу достаточно большую. В одном случае мы использовали 2,5 мг в первом микрограмме, а в этом случае использовали 15 микрограмм два раза в сутки. Ну, соответственно, 30 микрограмм. Сколько использовалось в медицинском исследовании, не совсем понятно, потому что там не указывается, ну, скажем так, чистота указывается, но мы учитываем, что человек спит, и не совсем понятно, сколько он раз его брызгал в течение дня. 15 раз, 10 раз, 20 раз, сколько он там спал и тому подобное. Поэтому суммарная доза, но можно предположить, что если там 12 часов, примерно те же 30 микрограмм, скорее всего. Ну, возможно, чуть-чуть больше, либо чуть-чуть меньше, но недалеко от этого. Теперь давайте сравним вообще два этих случая и подведём по ним итоги. Потом перейдём к пептидам. Значит, первое. У человека, использующего анаболическо-андрогенные стероиды, работа дуги гипофиз, гипоталамус, яички, она ухудшается по сравнению с человеком с дефицитом тестостерона, который не использует анаболическо-андрогенные стероиды. На приёме кламифена мы можем увидеть разницу в 3-5 раз в дозировке на поддерживающей терапии при повышении тестостерона на ПКТ. Повлияет ли этот фактор на приём гонодорелина и будет ли это отличие в работе дуги гипофиз, гипоталамус, яички при приёме тестостерона и без него, на данный момент неизвестно. Это вот мой первый такой вывод, что мы не понимаем, будет ли разница между тем, что мы брызгаем бусерелин на курсе или просто при нормально работающей эндокринной системе. Потому что, как показывает практика с кламифеном, доза очень сильно отличается на ПКТ и на поддерживающей терапии. И будет ли отличаться доза бусерелина или гонодорелина в целом на курсе, на ПКТ и на просто поддерживающей терапии, неизвестно. Это вот первый нюанс. Поэтому не совсем корректно сравнивать, скажем так, напрямую вот эти результаты использования бусерелина и гонодорелина ацетата. Второе. Нормально работающие эндокринные системы, эндокринная система при гипогонодизме по-разному реагирует на приём препаратов. В первом случае повышение тестостерона от ХГЧ или повышение ЛГЭ от кламифена происходит намного быстрее, чем в случаях, когда эндокринная система работает плохо. Это второй нюанс. Мы учитываем, что люди, которые проходили эксперимент по использованию гонодорелина ацетата, у них была плохо работающая эндокринная система. А те люди, которые кололи, точнее брызгали бусерелин на курсе, как она у них работала, непонятно. И это тоже очень важный фактор. Потому что если мы возьмём человека с нормально работающей эндокринной системой и с плохо работающим, и на той же примере ХГЧ либо кламифена дозировка может различаться в несколько раз. И будет ли отличаться дозировка использования того же бусерелина либо гонодорелина у людей, которые имеют вторичный гипогонодизм или не имеют, это вопрос, который остаётся открытым. Третье. Влияние вторичного и первичного гипогонодизма в подборе доз и реакции организма на препараты. Она очень колоссальная. Следует учитывать, что при нормогонодотропном или гипергонодотропном дефиците тестостерона очень сильно повышается ЛГ даже от минимальной стимуляции гипофиза. При гипогонодотропном дефиците нужна более сильная стимуляция. Это вот пример того, что человек, у которого ЛГ, допустим, 2, будет пить 25 кламифена через день. А человек, у которого ЛГ, допустим, 8, уже с какой-то четвертинки раз в 4 дня может получить ЛГ уже в 2 раза больше. В то же время, как у того, у которого был ЛГ-2, с половинки через день может получить 3-4 ЛГ. И изначальное соотношение ЛГ к тестостерону, но очень важное. И поэтому мы не понимаем, как на всё это будет влиять гонодорелин. Это вот такие вот нюансы. Поэтому, что мы получаем в итоге? Медицинский эксперимент. Там не использовали тестостерон, который подавляет секрецию, гонодорелина, ЛГ, ФСГ и тестостерона. Имели вторичный гипогонодизм. Использовали меньшие дозы, но чаще. Общая дозировка неизвестна, но, скорее всего, примерно такая же. Использовали гонодорелина цитаты. И имели четкие анализы до-после. В спортивном эксперименте использовали экзогенные тестостероны и другие анаболическо-андрогенные стероиды, которые подавляют секрецию гонодорелина, ЛГ, ФСГ и эндогенного тестостерона. И неизвестно, как это сказывается на эффективность влияния бусерелина на организм. Второе. Неизвестно, как работала эндокринная система до начала курса. Поэтому непонятно, были ли у человека какой-то диагноз гипогонодизма, или у него она работала хорошо. Использовали реже, но в большей дозе. Общая дневная доза примерно такая же, но всего как бы брызгали два раза в нос, но в большей дозе. И использовали разведенный бусерелин, а не как бы четкий... А не четко именно гонодорелина цитаты. По выводам. На данный момент есть понимание, что гонодорелин работает как препарат для повышения тестостерона. Но где его сейчас купить, непонятно. Потому что чистый гонодорелин мы купить не можем. В том плане, что такого, как использовался в эксперименте, его нет на рынке. Бусерелин также работает как препарат для повышения тестостерона. Но проблема в том, что разовая необходимая доза от 2,5 до 15 микрограмм, а в одном пшике, спрея 150 микрограмм. Поэтому препарат нужно разбавлять в 10 раз. В некоторых случаях, возможно, придется разбавлять даже в 50 раз, для того, чтобы получить 2,5 микрограмма. И это не очень удобно. Тем более сложно разбавлять препарат физраствором в изначальных пропорциях. Непонятно. И там еще бензоколония натрия, хлорида. И непонятно, как разбавить в том же соотношении, чтобы препарат просто тупо не испортился. Ну и непонятно, сколько он будет храниться, если его разбавить одним физраствором. Вот такая вот проблема. Поэтому на данный момент пока никаких рекомендаций у меня о приеме нет. Мы сейчас еще разберем пептиды, сделаем выводы. И я разберу один пример с практики. Это уже был у меня пример после того, как я написал эту статью. Значит, что у нас по пептидам с черного рынка? Значит, пептиды называются необычно, как там гонодорелин и тому подобное. Что это такое вообще в этом флакончике, вообще непонятно. Теоретически это чистый гонодорелин. Но дозы там, как правило, какие-то конские. У нас есть ряд проблем. Проблема первая. Нет уверенности в том, что это действительно рабочий препарат, а не какая-то подделка. Второе. Нет уверенности, что в препарате необходимое количество вещества. Не меньше, не больше. Потому что здесь должны быть микрограммы. Очень маленькое количество препарата. Если там будет очень много, либо очень мало, либо долито, не долито, он может либо не сработать, либо химически вас кастрировать на какой-то промежуток времени. Поэтому надо быть очень аккуратным. Нет уверенности, что препарат хранили надежным образом. Как он хранится в нужной температуре, как его транспортировали, тоже непонятно. И будет он работать или нет, непонятно. Непонятные дозы, которые невозможно сопоставить с имеющимися исследованиями. Если мы в первом случае, во втором случае понимаем, что там использовался настоящий ганадарелин ацетат, во втором случае у нас использовался бусерелин, это вообще аптечный препарат, то что здесь будет на чёрном рынке, вообще непонятно. И если сопоставить те дозировки, которые использовали в, скажем так, исследованиях, с теми, которые рекомендуют колоть по чёрному рынку, это вообще какой-то космос. Потому что рекомендуют использовать типа там 100-200 микрограмм, в то же время как гусерелин в одном пшике 150 микрограмм. Это доза, которая предназначена для того, чтобы вообще остановить работу гипофиза, а не запустить её. Поэтому у меня вообще нет понимания того, что находится в препаратах, как оно сработает и тому подобное. Поэтому пятая проблема – форма инъекционная. Каждую часть ставить препарат в инъекциях будет крайне сложно. И, соответственно, ни в одном из препаратов я не нашёл нормального типа состава фармакокинетики, фармакодинамики. Ну, мы не понимаем, что это такое. Там просто в лакончике написано там 5 мг какого-нибудь ганадорелина. 5 мг, там не 5. Как его разбавить? Как его ставить? Можно ли его перелить в брызгалку и пшикать? Будет ли у него нормальная биологическая доступность при пшиках? Ну, как бы, я думаю, что из текущих моментов, из текущих, скажем так, вариантов, из чёрного рынка это сейчас самый менее перспективный. Самые перспективные – это либо проверять, является ли реально VivaMan действительно, скажем так, ганадорелином, либо пока что разбавлять бусерелин. Но про это мы сейчас ещё чуть позже поговорим. Какие окончательные выводы? Значит, на данный момент предполагаемо можно будет использовать ганадорелин в следующих случаях. Гипогонадотропный, либо нормогонадотропный гипогонадизм как альтернатива к ламифену в случаях недостаточного эффекта от кламифена либо при проявлении побочных эффектов. Почему я говорю как альтернативу к ламифену? Потому что выпить полтаблетки к ламифена намного проще, чем ходить и брызгать в нос каждый час. Я думаю, что вы со мной согласитесь, что если кламифен вам даёт прекрасный результат, то легче пить кламифен, который более исследован, более понятен, более отработан, чем ходить и брызгать брызгалкой каждый час, которую мы ещё и не можем нормально как-то вообще, скажем так, купить в аптеке. А кламифен мы покупаем в аптеке и пьём полтаблетки. Проблемы нет. При каком побочном эффекте, возможно, есть смысл использовать гонадорелин? Теоретически, именно при проблемах с либидо. Вот та проблема, про которую сейчас все говорят, и часто она встречается, хотя по моему опыту это процентов 20-25. Но если у вас есть проблема, ну теоретически бусерелин будет неплохой альтернативой, так как он не будет блокировать рецепторы. Он не будет блокировать рецепторы кастрадиолу, а я предполагаю, что именно блокировка кламифена у рецепторов кастрадиолу это основное, почему проявляется побочный эффект в виде снижения либидо. Рецепторы блокироваться не будут, скорее всего, будет тоже неплохой тестостерон без побочного эффекта на либидо. Следующее. Гормонозаместительная терапия поддержания фертильности. Скорее всего, введение гонадорелина на ГЗТ может помогать поддерживать фертильность. Ну, в общем, если брызгать по правильной схеме, которую надо еще в целом разработать, и получится ли это, нет, или получится или нет, это еще неизвестно. Но если получится, то стимулируя необходимое количество ЛГФСГ, возможно, можно будет сохранить фертильность. Третье. Курсы анаболическо-андрогенных стероидов гонадорелин будут поддерживать, работают, предотвращать атрофию тестику. Ну, собственно, это то, чем мы сейчас занимаемся вместе с хориническим гаэнтропином. Но в то же время мы будем поддерживать не только работу тестику, но и работу гипофиза. Поэтому теоретически восстановление лютинизирующего гормона, фолликостимулирующего гормона будет более быстрым, потому что очень часто бывает проблема не запустить сами яички, а запустить гипофиз. Такое редко встречается такая проблема, но иногда бывает, что надо использовать по 200-300 мг куамифена для того, чтобы начал потихоньку подниматься ЛГФСГ. Возможно, прием одновременный гонадорелина с куамифеном будет ускорять послокурсовую терапию и, соответственно, давать очень хороший эффект. Это как один из вариантов его использования. Следующее. Следующее – это то, чего уже нет в статье, и это дополнительная практика. В общем, буквально несколько дней назад, уже после написания статьи, ко мне обращается человек и предоставляет мне следующие анализы. Мы восстанавливаем всю картину. Все это делалось без меня. Я просто рассказываю, что делал человек и что мы сейчас увидим по анализу. Значит, в чем нюанс? Человек делал курс. Курс достаточно длинный. Там были какие-то непонятные курсы, потом один курс, потом второй. Ну, в общем, как многие любят. Потом человек заканчивает прием, и у него была последняя инъекция тестостерона в октябре месяце. В начале октября. До начала декабря он вообще ничего не делает. И в начале декабря он начинает использовать... Вот мы видим анализ, где человек ничего не делает. Это вот ноль второе, одиннадцатое. Это начало у нас ноября, точнее. Октябрь он ничего не делает. С ноября он задает анализы, видит, что лютенизирующий гормон, фолликостимулирующий гормон нули, и начинает использовать бусерелин. Разведенный один к десяти. Собственно, как это делалось в той статье. Кто-то ему там порекомендовал. И что мы видим? Мы видим, что лютенизирующий гормон начинает расти. Ну, как бы мы видим, что он уже не ноль. Он поднялся очень быстро. И мы уже видим, что он 0,7. И после этого, буквально там еще через некоторый промежуток времени, через месяц, там 26.11.07, там 20.12, и он 2. Лютенизирующий гормон ну как бы растет. Еще можно заметить, что фолликостимулирующий гормон немножко медленнее растет, чем лютенизирующий. Это тенденция очень схожая с приемом кламифена. Это так, мимо слов. И что мы видим по тестостерону? Мы видим, что в первом случае по тестостерону тестостерон у нас, скорее всего, там будет 0, там, где тестостерон, там, где ОГН 0. Во втором случае, где у нас лютенизирующий гормон 0,7, мы видим, что у нас тестостерон находится на отметке 1 и 2. И на следующем анализе, где мы видим, что у нас лютенизирующий гормон находится на отметке 2, 0,7, это, в принципе, уже как бы как первый этап приема кламифена, это уже как бы такой неплохие, скажем так, сдвиги. Но тестостерон у нас все равно находится по нулям. И этот нюанс меня очень сильно смущает. Почему меня это смущает? Меня смущает, потому что при кламифене ОГН уже начинает расти, и тестостерон начинает тоже расти. А здесь мы видим, что у человека по сей день, точнее, на тот момент уже 2 месяца после курсовой терапии буссерелином, а тестостерон вообще по нулях. Ну, за кламифеном уже можно было бы восстановиться, скажем так. И что мы видим дальше? Мы видим, что анализ человек сдаёт после отмены приема буссерелина через достаточно длительный промежуток времени. Там было 20-12, а здесь у нас 0,9-0,2. И мы видим, что по анализам лютенизирующий гормон как бы есть, 1,6, но тестостерона вообще нет. Его как и не было, так и нет. Тестостерон оставался на отметке 0,3, а сейчас он остаётся на отметке 0,5. И тестостерона вообще нет. Потом идёт следующий анализ. И здесь нет тестостерона. Ну, ЛГ чуть-чуть поднялся, но тестостерона всё ещё нет. Поэтому это анализ самый свежий. Ну, мы видим, что ЛГ практически не меняется. И эстрадиол там очень низкий, тестостерон очень низкий. Что меня смущает во всём этом? Меня очень сильно смущает, что повышение лютенизирующего гормона не приводит к повышению тестостерона. Это очень большая проблема. Поэтому может быть такое, что повышает, бусерелин будет повышать лютенизирующий гормон, но в то же время не будет повышать уровень тестостерона. С чем это связано, до конца непонятно. Потому что в случаях с гонодорелином и в случаях, когда у человека нормально работает эндокринная система, мы видели очень хороший результат. В случаях же после курсовой терапии мы видим, что ЛГ растёт, а тестостерон абсолютно не растёт. Возможно, это связано с тем, что неправильно вводился. И всё-таки вводить надо в меньшей дозе, но чаще. Пока точного ответа нет. Возможно, надо вводить в большей дозе и чаще. Тоже непонятно. Потому что тем же кламифеном обычно мы выводим лютенизирующий гормон под верхнюю границу нормы. Ближе где-то к 7-8 для того, чтобы прям хорошо стимулировался тестостерон. И после уже того, как начинает подниматься тестостерон, мы плавно снижаем дозировку и снижаем лютенизирующий гормон до нормы. Возможно, здесь надо делать точно так же. Поэтому дозы были маленькие. Возможно, при использовании на работающую эндокринную систему надо использовать 2,5-5 микрограмм раз в час. А при послекурсовой терапии, может быть, надо использовать 15 микрограмм каждый час. Это всё неизвестно, это всё непонятно. Поэтому, скажем так, у нас есть новая интересная тема. Я сейчас размышляю над тем, делать ли мне это всё в формате эксперимента, как это было с лютенизирующим гормоном. Кстати, там есть новые данные, я ими поделюсь тоже. Это очень интересная вещь. Там человек сделал перерыв. И я поделюсь тем, как всё это поменялось через 4 месяца после перерыва. Это тоже очень интересно. Скажем так, эксперимент с лютенизирующим гормоном я считаю удачным. На вскидку мало людей было, но с тем человеком, с которым я делал. И плюс с некоторыми людьми мы сейчас повышаем ЛГ немного выше нормы. Не на 25, конечно, но немного выше нормы. Всё это работает очень хорошо. Точно так же у меня есть идеи по тому, как сделать с бусирелином, либо с тем же Вивоменом, либо с гонодорелином каким-то, как бы там есть для животных, которые используются. Всё это тоже надо разбавлять, думать, как всё это правильно сделать. Но идеи в принципе есть. Поэтому если кто-то готов, можете мне написать. Я буду пока что в ближайшее время думать, как всё это правильно делать. Потому что надо сделать без курса, надо сделать на ГЗТ и надо сделать на курсе. В общем, как терапию по повышению тестостерона, как альтернативу, скажем так, приёму ХГЧ на курсе и как препарат на поддержании на гормонозаместительной терапии и, возможно, как препарат дополнительный при сложных случаях на послокурсовой терапии. В общем, как бы четыре предполагаемые надо ситуации отработать. В общем, вот такие вот результаты. Поделился всем, что имею на данный момент. Кому понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Кому интересуют личные мои консультации, можете ко мне обратиться. Как со мной связаться, есть в описании к видео. Всем спасибо, кто досмотрел до этого момента. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok